Отлично. Здравствуйте, меня зовут Ольга Самарина, и сегодня мы для вас прочитаем вебинар «Сказочная Бавария». Вебинар для вас прочитает представитель нашей принимающей стороны Светлана Титова, а Андрей Байбаков, менеджер направления, будет отвечать на ваши вопросы в чате. А я перед началом основной части расскажу про нашу компанию Amiga Tours, кто с ней не знаком или мало знаком. Нашей компании весной будет 25 лет, мы один из самых старейших туроператоров по Европе. Основные наши направления – это Чехия, Венгрия, Франция, Италия, Германия. Также мы выходим на азиатский рынок на очень хороших позициях. Лечебные туры также являются одним из самых основных и востребованных направлений в нашей компании. Так как я уже сказала, наше основное направление – Чехия, то у нас есть собственные офисы в Праге, Карловых Варах. Так что если вы отправляете туристов в Чехию, то вы точно знаете, что их принимаем мы. И ваши туристы под надежной защитой и всегда доступны все номера телефонов 24 на 7. Также у нас собственные офисы в Краснодаре, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону. Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам в этих городах, они вам оперативно все подскажут и помогут. По поводу сотрудничества с нашей компанией, начиная мы с регистрации, как обычно, и договор в течение двух недель. Дополнительно никаких документов не нужно, ни подтверждение вашего УСН или еще чего-то. Все достаточно просто. Главное – регистрация и договор. Визу вы также получаете у нас под тур, мы делаем визу и под проживание, только визы мы не делаем. Состоятельная подача также возможна при визовой поддержке. По стоимости по каждой стране вы уточняете отдельно, по Чехии бесплатно у нас визовая поддержка. И хотела еще вам сказать про статусы в вашем личном кабинете. Очень много вопросов. Два статуса у нас. ОК, ДОК, Пол – это документы, полученные от вас и находятся в нашей компании или в консульстве. И ОК плюс виза вышла. Это значит, вы можете приезжать в нашу компанию и забирать документы. Все, больше никаких статусов у нас, ну, в принципе, нет, по которым у вас возникают вопросы. Ну и начнем. Мы в Мюнхене летаем в этом году на С-7, на аэрофлоте в Мюнхене и уральских авиалиниях. Все эти рейсы у нас подгружаются по актуализации, актуальные доплаты, все в личном кабинете. По всем вопросам вы можете связываться с менеджером направления, он вам все подскажет. Также мы летаем из Санкт-Петербурга на авиакомпании «Россия» и «Людхате». И есть еще один рейс прямой из Краснодара в Мюнхен. Авиакомпания «Азимут» летает по средам и воскресеньям. Имейте в виду, поэтому очень хорошую ценность Краснодара. Смотрите, выбирайте. Я передаю слово менеджеру Светлане Титовой из Германии. Она будет вам вещать. И вернусь к вам после ее выступления. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Все хорошо? Итак, мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре. Меня зовут Светлана Титова. Мы являемся принимающей стороной. Мы находимся в Германии, в самой красивой и богатой земле Баварии, в городе Мюнхен. Бавария – одна из 16 федеративных земель в столице Германии, столица Мюнхен. Для посещения Германии необходима шенгенская виза. Разница по времени с Москвой – 1 час в летний период и 2 часа в зимний период времени. Официальный язык немецкий. Официальная валюта – евро. Крупнейшие реки Баварии – Дунай, Майн, Изар и Ин. На берегах реки Изар и находится наш город Мюнхен. Более 10 лет мы имеем честь разрабатывать, представлять и выполнять разнообразные экскурсионные программы и туры по Мюнхену и Баварии. Также осуществлять трансферы из Мюнхена по городам Европы. Наш персонал – русскоговорящие сотрудники, имеющие большой опыт работы. Мы гарантируем быстрое подтверждение с момента заказов, надежное исполнение туров и экскурсионных программ. Информационная поддержка наших туристов – 24 часа в сутки. Транспорт для проведения экскурсий и трансферов. Также на горнолыжные курорты – бизнес-классы минивены и VIP-класс автомобилей Mercedes S-класса, E-класса. Экскурсии в составе групп проводятся на минивенах, когда группа небольшая, или на экскурсионных автобусах от 15 до 49 человек. Давайте обратимся к схеме центра Мюнхена. Посмотрите внимательно, более левее. Главный вокзал – Хаубанхо. От главного вокзала в районе главного вокзала и расположены наши отели, которые рассчитаны под групповые туры, а также для индивидуальных туристов. Почему именно главный вокзал? В первую очередь это удобно. Наши магазины работают до 20.00. В воскресенье все закрыто, как продуктовые, так и вещевые. Но главный вокзал является центром жизни 24 часа ежедневно. Поэтому туристы всегда могут купить или посетить уютный ресторанчик на главном вокзале. Все вкусно и безопасно. Далее. От главного вокзала буквально 10 минут до одной из главных площадей города Мюнхен. Карлсплац, а далее Маринплац. Наши отели. Базовые отели в пакетных турах. Атлас Мюнхен и Кавун. Атлас Сити. Так, дальше. Отель Германия, отель Новом, Вестем. Далее отель Шиллер, Эденхотель Вольф и единственный отель Тор Брой. Он находится недалеко от Маринплац. То есть единственный отель, который не находится рядом с главным вокзалом. Тем не менее, он расположен буквально в трех шагах от Маринплац. Групповые экскурсии из Мюнхена на русском языке. Это однодневные экскурсии. Максимальная отдаленность 2 часа. Это самый длительный выезд в одну сторону. Это 2 часа. Итак, основные экскурсии по Мюнхену и выездные. Это первая обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену. Опять же, повторюсь, отели находятся недалеко от главного вокзала. Опять же, место встречи недалеко от главного вокзала. И поэтому пешеходная экскурсия представляет больше интерес, нежели авточасть. Нашим туристам совершенно не понадобится общественный транспорт, если они идут в центр города и точно так же пешком возвращаются назад в отеле. Если, например, туристы в возрасте, то ходят в центре города, ходит трамвайчик номер 19. Он приходит на главный вокзал 2-3 остановки от Маринплац. Далее, самая известная экскурсия – это замки Баварского короля Людвига II. Замок Нышванштайн, дворец Лендерхофф, деревня Обер-Эмиргау, монастырь Эталь. Замок Херен-Кимзеи на озере Кимзеи, Рейгенсбург, Зайсбург, Нюрнберг. Известнейшая экскурсия «Орлиное гнездо» и в воскресенье музей «Мюнхенская резиденция». Итак, место встречи недалеко, я уже это сказала. Посмотрите, обратите внимание, главный вокзал, далее Штахус, далее Маринплац по карте вправо-вниз. Все в пешеходной доступности. Итак, что нам необходимо и важно знать в экскурсии замки Баварского короля? Замок расположен в Баварских Альпах, высоко на скале. Все подсетители замка оставляют свой транспорт на специальных парковках. Подъем к замку осуществляется в летний период на музейных автобусах. Каждый автобус вмещает более 80 человек. В зимний период автобусы не ходят, поэтому туристы поднимаются в замок пешком. В крайнем случае в повозках, запряженных лошадьми. Бронирование билетов мы осуществляем заранее. Вход в замки через турникет по конкретному времени. Программа насыщенная, но не утомительная. Во время каждой нашей экскурсии предусмотрен обед. Экскурсовод помогает с выбором блюд из меню ресторана. Стоимость обеда оплачивается дополнительно. Экскурсия рассчитана на 11 часов. Времени для ожидания мы, понятное дело, не оставляем. То есть наши туристы всегда назначены в 8.00. Они приходят за 10 минут до начала экскурсии, садятся на свои места и отправляются на экскурсии. Очень важным моментом в данном случае является то, что время на заход в замок зарезервировано. И опоздать мы не можем ни на секунду. На любую другую экскурсию, конечно же, мы можем подождать наших гостей. Следующая экскурсия – Регенсбург. Эта экскурсия делится на два периода. Один из периодов – в зимнее время. Во время экскурсии гости увидят архитектуру 14 века, не пострадавшую во время Великой Отечественной войны. Исторический центр является объектом всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. В летний же период времени мы дополняем экскурсию Регенсбург прогулкой на кораблике по Дунаю. Обратите внимание на первую фотографию. Мы поплывем по самому красивому речному ландшафту Европы – Дунайскому прорыву. Здесь много миллионов лет тому назад красавица река Дунай пробила себе новое русло, а породы юрского периода вышли наружу. Заканчиваем мы нашу экскурсию посещением монастыря Вельтенбург. Эти объекты целесообразно посетить только в летний период времени. Монастырь Вельтенбург славится старейшей пивоварней Баварии. Сваренное здесь тёмное пиво Дункель Барок имеет золотые медали Всемирного конкурса пивоваров. Следующая экскурсия – экскурсия в Зальцбург. Конечно же, вы зададитесь вопросом, почему именно Зальцбург? Это ведь Австрия. Но от нас, как мы уже и сказали, самое длительное время – это два часа в одну сторону. Так вот, до Зальцбурга нам ехать всего час сорок пять минут. Экскурсия рассчитана на восемь-девять часов. Обязательно в Зальцбурге нас встречает лицензированный гид, который проводит экскурсию. Затем у туристов есть свободное время, когда по желанию они могут посетить или крепость Хоензальцбург, или дворец, домик-музей Моцарта. Также у них есть время для обеда, покупки сувениров. И в 16.00 мы обычно выезжаем обратно. В 18.00 гости уже в Мюнхене. Следующая экскурсия – это летняя программа. Один из дворцов Людвига – дворец Херен-Ким-Зей, который расположен на острове, на озере Ким-Зей. До дворца можно добраться только корабликом. Заканчиваем мы нашу экскурсию посещением одного из рыбных ресторанчиков, расположенных на берегу озера. Далее. Одна из самых запрашиваемых экскурсий. Эта экскурсия проводится с середины мая по октябрь, так как Орлиное гнездо, летняя резиденция, находится высоко в горах, на высоте 1834 метров. Затем наши гости опускаются под землю. И это соляные шахты. Можно сказать, это мини-развлечение. Никто никогда не оставался равнодушным. И дети, и взрослые довольны именно этой экскурсией – соляные шахты. Это самая длительная по продолжительности экскурсия. Она занимает 13 часов. Экскурсия в Нюрнберг. Нюрнберг – один из самых старейших городов Германии. Город поздней котики и фахтверковых домов. В период с 27 ноября, хочу обратить ваше внимание, по 24 декабря, в городе Нюрнберг открывается самый большой и яркий рождественский рынок Германии, который мы посещаем во время экскурсий. Конечно же, не только в Нюрнберге, но и в Зайсбурге, и в Регенсбурге, и особенно в Нюнхене проводятся с 27 по 24 рождественские рынки. Далее важный момент. 24-го все рынки после двух часов уже закрываются. В Нюнхене работать остаётся 24-го. По-моему, только один рынок. Все остальные уже закрыты 23-го. И это важный момент для наших гостей, потому что 24-го и 25-го закрыты все магазины, закрыты все рестораны и музеи. В этот день работает только два или три ресторана в центре для тех туристов, которые остались на Рождество в Мюнхене. Отели, в которых есть свои рестораны, мы просим обязательно заранее сообщать нам, что туристы будут ужинать. Поэтому мы заранее, при бронировании, обязательно напоминаем об этом отелю. Итак, программа «Знакомство с Мюнхеном и замки Баварии». Вы можете для ваших туристов выбрать от трёх до десяти ночей проживания в Мюнхене. Отель вы выбираете вместе с вашими гостями. Проживание, питание, всегда завтрак, буфет. Завтраки достаточно обильные, хочу отметить. Трансферы, аэропорт Мюнхен, отель, отель аэропорт Мюнхен мы выполняем в любой день к любому рейсу от одного человека. В стоимость базовой программы входят две экскурсии. Обзорная пешеходная по Мюнхену и экскурсия «Замки Баварии». Замок Нойшванштайн, Линдерхоф, деревья Дня Аберамергау и собор монастыря Эталь. Все остальные экскурсии, в зависимости от сезона и пожелания туристов, вы выбираете дополнительно. Далее хочу вам представить еще одну программу. Это тур Германия-Швейцария-Лифтенштайн. Опять же, заехать в этот тур можно в любой день. Но просим учитывать, что выезд в Швейцарию проводится в субботу рано утром, а возвращение из Швейцарии происходит в воскресенье примерно в 23.00. Как организована программа? Туристы проживают в Мюнхене и только на субботу и воскресенье выезжают в тур Швейцарию. Мы говорим о вечернем трансфере. Туристы в субботу выезжают в 9 утра в Швейцарию и в воскресенье примерно в 23.00-24.00 возвращаются обратно. Их обязательно встречает наш водитель, возвращает в отель и помогает зарегистрироваться вновь в отеле. Потому что в нашей программе ночь предполагается в отеле уже в Швейцарии. Или отель предполагается на территории Германии, недалеко от границы со Швейцарией. Это автобусный тур. Эта экскурсия, этот тур позволит посетить город Мюнхен и Баварию, а также познакомиться с самыми известными городами Швейцарии и посетить столицу княжества Лихтенштайн-Вадурт. Также мы хотим отметить, что наши туры являются еще и гастрономическими. В каждой экскурсии гости познакомятся с особенностями национальной кухни, присущей именно этому региону, в который они отправляются. Прошу вас задавать вопросы, на которые я с удовольствием отмечу. Итак, задают вопросы по поводу замка Нюшванштайн и дворца Линдерхо. Первое. Замки, они прекрасно вписаны в баварский ландшафт. Это не только приехать по автобану и войти во дворец. Это именно баварские Альпы. Туристы их увидят, они посетят, они поднимутся на тысячу метров вверх. Также из себя представляет необычайно красивая деревушка Обера-Миргау. Здесь каждый домик это фреска и большая богатая история. Какие отели 5 звезд лучше? На мой взгляд, отель Кимпинский, отель Софитель. Это очень хорошие отели. Присоединиться к экскурсиям на месте, конечно же, можно. Единственное, это Бавария, это Германия. Мы просим, мы очень вас просим, если турист не забронировал экскурсию заранее у вас, мы очень просим хотя бы, напишите нам, что туристы хотели бы. Мы их включим в список. А уже по приезду они смогут оплатить эту экскурсию. Объясню почему. Бавария, да, она любима, посещаема туристами, но есть определенные сезоны в году, когда есть наплыв туристов, и мы предоставляем автобусы на экскурсии от 19 до 50 мест. Естественно, если у нас всего 15 туристов, мы предоставим автобус 19 мест. Если их 25, то это уже обязательно пойдет автобус 50 мест. Поэтому, если туристы приехали, они раздумывают и не уверены, а у нас автобус 19 мест и заказаны билеты в замок только 19, мы уже никоим образом не сможем взять ваших туристов. Или автобусы-минивены, и мы опять же не знаем, прилетят гости, и возможно, они уже были в Баварии, и экскурсии им не нужны. Поэтому мы просим хотя бы заранее уточнять у туристов, какие бы экскурсии они хотели посетить, если туристы не готовы оплатить эти экскурсии заранее. Итак, отели Атласы. Значит, это наши базовые отели. Отель 4 звезды и отель Атлас Сити 3 звезды. А категория в Германии, категорию отелю может дать сам отель. Отели находятся недалеко от места встречи, а также, как я уже говорила, в пешеходной доступности от центра города. Значит, в отелях Атлас и отели Кавун есть номера для двух человек, есть номера для трех человек, есть номера для четырех человек, есть номера улучшенной высокой категории. Отель Атлас Сити. Отель, размеры номеров небольшие, поэтому размещение мы предоставляем только двухместное или одноместное. Также номера в отелях делятся на две раздельные кровати и одна большая совместная кровать. С детьми. Да, конечно, наши экскурсии интересны детям. Сама экскурсия в замке, она необычайно интересна. И поверьте мне, дети с удовольствием бегают по альпийскому ландшафту. Ничуть не устав. Индивидуальные экскурсии, конечно же, мы также проводим для групп, для... Пожалуйста, это может быть индивидуальная группа и 50 человек, как я уже сказала, мы располагаем автобусами, которые могут проводить и трансферы выполнить, и экскурсии 50-местными автобусами. Также группа и 19, и 20 человек в любом варианте. Также у нас есть минивены, как мы уже и сказали, это все Мерседесы, все наши автобусы Мерседесы. Это минивены. И также у нас имеется С-класс и Е-класс. Отели, наши базовые отели были недавно отремонтированы, отреставрированы. Так, пожалуйста, задавайте вопросы. Каждая экскурсия интересна и взрослым, и детям. Хотелось бы отметить, конечно же, в замке Ношванштайн везут и детей двух и трех лет. Ничего страшного, дети путешествуют на плечах своих родителей. И также двухлетних детей заносят в замок Ношванштайн на руках. В данном случае билеты абсолютно не нужны для маленьких детей. Значит, что касается Мюнхена. В Мюнхене также наши гости, которые любят музеи, могут посетить многие музеи даже самостоятельно или с нашими экскурсоводами. Итак, музей Мюнхена. Первое в центре города – это дворец музей-резиденция баварских герцогов и курпюрстов. В музее есть русский аудиогид. Музей-резиденция плюс сокровищница, плюс зал театра Кувелье. Картины и галереи, знаменитые картинные галереи, старая пинокотека, новая пинокотека, пинокотека Модерн. Также в Мюнхене расположен один из самых больших политехнических музеев Европы, который каждый год обновляет свою коллекцию. Музей интерактивный, всё можно трогать руками. В этом музее можно провести целый день. Также недалеко от Мюнхена находится огромнейший термальный комплекс Эрдинг. И в этом комплексе, опять же, этот комплекс интересен как для взрослых, так и для детей, потому что огромнейшую территорию этого комплекса также занимают различные детские аттракционы и горки. Комплекс работает круглый год. Также вы можете посмотреть знаменитый музей БМВ. В музее БМВ есть также аудиогид на русском языке. Музей БМВ бронировать заранее нет необходимости. Вы можете выбрать любое время для посещения. Например, с 10 до 17.00 единственный музей БМВ закрыт в понедельник. Что касается завода БМВ. Да, конечно, завод БМВ тоже можно посетить, но его как раз-таки бронировать необходимо как минимум за месяц до самой экскурсии. Экскурсий на русском языке не проводится, только на немецком или английском. Если ваши гости в совершенстве владеют практически знания немецкого или английского на уровне школьного преподавателя, тогда да, они могут посетить самостоятельный завод. Если они таковыми знаниями не обладают, то мы бронируем индивидуальную экскурсию на завод и, соответственно, предоставляем переводчика, который все будет рассказывать. Далее. Дворец Нимфенбург. Наши гости также могут посетить с нашим экскурсоводом или самостоятельно. Также есть аудиогид на русском языке. Ещё раз давайте вернёмся к схеме Мюнхена. Недалеко от главного вокзала, особенно от наших отелях, находится луг Терезы. Называется Терезиен Визе. На этом лугу каждый год в сентябре проходит самый известный пивной фестиваль – Октоберфест. Он сдвинут на сентябрь, но обязательно захватывает одной неделей – Октябрь. И ещё в апреле месяце проводится, скажем так, более скромнее и размером меньше, пивной фестиваль – Фрюлинг Фест. Октоберфест, конечно же, праздник дорогой по отношению к отелям, к сервису. Всё, можно сказать, подскакивает практически в 2-3 раза в цене. А вот Фрюлинг Фест – это мини-версия праздника Октоберфест, но в этот период времени цены на отели не повышаются. Проводятся парады, готовится специальное пиво Фрюлинг Фест. Оно более крепкое, нежели нормальное пиво, которое можно попробовать в любом ресторанчике или пивном доме в мюнхенских ресторанчиках в центре. И также все жители, которые приезжают в Мюнхен окрестности, Германия, Италия, Франция, все с удовольствием одевают баварский национальный костюм и посещают этот праздник. Далее. Магазины Мюнхена. Опять же, от главного вокзала в центр протягиваются от Корс Плац до Мариен Плац и дальше до Адонс Плац. Небольшой треугольник. Я не знаю, видно ли вам, если я провожу с мышкой по экрану, я это сделаю. Корс Плац, Мариен Плац и Адонс Плац. Это треугольник магазинов и супермаркетов. То есть в Мюнхене также есть огромнейший магазин Обер Полингер пять этажей женского счастья. И рядом с ним, в той же стилистике, построен магазин Хирмер. Это пять этажей исключительно мужского счастья. Одежда, обувь, любые различные марки. От недорогих до премиум-класса. Обувь, любые магазины в Мюнхене. Это целые магазины с расстановкой размеров по этажам. А также наши гости могут оформить такс-при и получить от 10 до 15 процентов стоимости, которую они заплатили за товары. Аптека также от 25 евро. Покупка возвращается такс-при. Магазины работают в понедельник, суббота с восьми или десяти до двадцати ноль ноль. Во время праздников и по воскресеньям все магазины, как я повторюсь, все магазины уже закрыты. И единственные дни в году, когда работают только самые большие рестораны, это 24-25 декабря, Рождество, и 1 января. Это Новый год. Затем все рестораны обязательно распахивают двери гостям Мюнхена. Также недалеко от Мюнхена находится Ингольштадт-Вилладж. Это аутлет, где гости могут купить как прошлогодние коллекции с большими скидками, так и новые коллекции, естественно, с небольшими скидками. В Мюнхене проводятся огромнейшие распродажи. Они начинаются в период перед рождественскими праздниками или перед Новым годом и продолжаются буквально до февраля. Также существуют летние скидки. Они начинаются в июле и идут до весь август. Скидки достигают до 80%. Новый год. В Новый год в Мюнхене работает огромное количество магазинов, огромное количество ресторанов, проводятся различные концерты, проходят салюты. Мы обязательно приглашаем наших гостей на Новый год в Мюнхен. Мы бронируем блоки на посещение Новый год один из известнейших ресторанов Мюнхена пивоварня «Лёвенброй Келлер». Этот ресторан находится непосредственно напротив самой пивоварни «Лёвенброй». Новый год, обильный новогодний ужин и гостей ждёт салют, концертная программа «Танцы до утра». На все наши экскурсии мы стараемся выдать наушники. Если группа небольшая, это минивэн, 7 человек, наушники не нужны, у гидов громкие голоса, группы небольшие. Но всегда группа свыше 8 человек мы выдаём наушники. Туристам комфортно слушать всё то, что рассказывает экскурсовод. Слышимость хорошая и, соответственно, у гостей есть гораздо больше времени для фотографий. Опять же, недалеко от Мюнхена, как мы уже и сказали, Баварские Альпы, существует и расположен город-курорт Гармиш-Партенхирхен. Он и в летний период времени, и особенно в зимний период времени, особенно интересен и прекрасен, так как находится у подножия горы Тукшпицы, где на Новый год есть и горнолыжные склоны, и сноуборд, и специальные тренировочные площадки и для детей, и для взрослых. Поэтому, опять же, приглашаем. Мы проводим трансферы, мы доставляем наших гостей, опять же, к любому рейсу, в любое время, 24 часа в сутки. Также недалеко в сторону Зальцбурга, в сторону знаменитого Орлиного гнезда, расположен еще один курорт Бат-Райхенхай. Это известный бальнеологический курорт, куда могут приехать наши гости. Опять же, мы проводим трансферы, мы доставляем наших гостей и трансферами в любое время на этот курорт. Пожалуйста, мы бы даже рекомендовали наше Бат-Райхенхай бронировать или Гарниш Партенхирхен бронировать с задержкой в Мюнхене хотя бы на 2-3 дня. По прилету гостей, по прилету гостей, это может быть в первый день или на второй день обзорная экскурсия по Мюнхену, на следующий день экскурсия в замке Людвига или вечером мы можем отвезти ваших гостей на горнолыжный курорт Гарниш Партенхирхен или Бат-Райхенхай. Также на следующий день точно так же забрать и вернуть в Мюнхенский аэропорт. Эти туры рассчитаны и предоставлены. Амиго Тур, пожалуйста, уточняйте, спрашивайте, бронируйте. Как мы проводим встречу в аэропорту? Туристов всегда встречают с табличкой Гольд, доставляют в отель и помогают зарегистрироваться в отеле. Мы исходим всегда из того, что наши гости не говорят на любом другом языке, кроме русского. Также мы обязательно выдаем нашим гостям карту Мюнхена, где отмечаем нахождение отеля, место встречи и очерчиваем план города. Обязательно, что еще дополнительно могут туристы посетить самостоятельно. Также на карте мы отмечаем ресторанчики. Один из важных туристов, как вы знаете, ограничены бюджетом, и поэтому мы рекомендуем посещать некоторые рестораны типа буфет или один из знаменитейших ресторанов города Мюнхена, который находится в ратуше и называется Рацкеллер. В этом ресторане есть меню на русском языке с картинками. То есть у наших гостей никогда не возникает проблемы с заказом меню. Опять же хочу отметить, что мы очень просим всегда предоставлять нам телефоны туристов. Почему? На границе это не Москва. В Мюнхене на границе достаточно долго проходит паспортный контроль. Это может продолжаться и в течение часа. Поэтому у нас всегда должна быть связь с гостями. Не всегда гости имеют возможность или время, например, сообщить о задержке рейса. или самое важное, что их по каким-то причинам рейс задержался, или туристы опоздали на свой рейс и летят другим рейсом. И нам важно всегда, если уже водитель находится в аэропорту, всегда важно иметь связь с гостями, чтобы можно было очень быстро уточнить, где они находятся. Точно так же, если туристы, закончен багаж, но мы видим на табло багаж закончен. Туристы еще не вышли. Это значит, они ждут или свой багаж, он не нашелся, или они еще стоят на паспортном контроле, так как была большая очередь. Мы незамедлительно связываемся туристов и, естественно, мы знаем, мы должны подождать. То есть мы обязательно наших гостей разыскиваем. Пожалуйста, еще мы ждем ваши вопросы. Снег. В гарнише снег, он может лежать в зависимости от погоды. Например, эту зиму, зима была достаточно снежной, снег лежал уже в декабре и, по-моему, до марта месяца. Но, естественно, самые посещаемые это январь и февраль. Также я хочу вам рассказать еще об одной экскурсии. Эта экскурсия достаточно длительная, поэтому для групп мы ее не проводим. Эту экскурсию целесообразно из Мюнхена выполнять на минивэнах или на машинах Е и С-класса, потому что они едут гораздо быстрее. Но, как вы знаете, существует романтическая дорога. И на этой романтической дороге находится жемчужина этой романтической дороги город Ротенбург-на-Таубере. Из Мюнхена до Ротенбурга-на-Таубере три часа езды. Поэтому эту экскурсию мы предлагаем только нашим индивидуальным туристам для индивидуальных заказов. Эту экскурсию мы также, так как три часа это длительная поездка, мы разбавляем двумя потрясающими крошечными городками Одинкельсбюль и Нортлинген. И затем мы приезжаем к жемчужину романтической дороги городок Ротенбург-на-Таубере. Эта экскурсия, как я вам сказала, по продолжительности длительная, также по продолжительности нахождения в пути. Поэтому мы выполняем минивэнами, так как минивэны не ограничены по времени. Хочу вам напомнить. Германия это страна контроля и страна правил. Все автобусы имеют специальные электронные карты. И водители ограничены по часам вождения. И мы неукоснительно соблюдаем этот закон. поэтому именно поэтому все наши групповые экскурсии отправляются от определенного места. И у нас нет возможности заезжать за туристами по отелям. Но место встречи всегда в пешеходной доступности максимально 5-7 минут. Также у нас есть туристы, которые бронируют только экскурсии и совершенно не бронируют отели. И мы даже в принципе никогда не знаем в каком отеле они живут. Но главный вокзал это самая большая транспортная развязка. Поэтому из любой точки Мюнхена туристы могут легко на общественном транспорте добраться до главного вокзала и принять участие в экскурсии. Я хочу всё-таки акцентировать ваше внимание на том, что желательно экскурсии бронировать заранее все, потому что мы должны знать, сколько человек поедет на экскурсии. Также бывает также туристы забронировали отели, но мы, например, самостоятельно забронировали рейсы самостоятельно. Мы не знаем, сколько дней они пребывают в Мюнхене. И в течение, например, они уже три дня они соскучились, они хотят экскурсии, звонят, но к сожалению обращаются к вам как агентство помочь забронировать экскурсию, но к сожалению они опоздали. Именно в этот день экскурсия могла уже состояться и группа уехать. Поэтому в идеале всё-таки я хочу на этом акцентировать внимание. Первое. Уважаемое агентство, это ваши комиссии. Чем больше вы продали экскурсий, чем больше вы продали туров, вы получили комиссию от компании Амега Тур. Туристы довольны, они получили экскурсии, а мы абсолютно счастливы, что мы даем возможность принять участие всем туристам и не откажем по причине отсутствия мест. Поэтому я вас очень прошу по всем вопросам, по всем бронированиям, экскурсии, билеты, трансферы всё бронировать у компании Амиго Тур. Это наш самый надёжный партнёр. А теперь я передаю слово моей коллеге. Я прощаюсь с вами. Если у вас есть ещё вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Мы с удовольствием на них ответим. Всего доброго! Коллеги, я надеюсь, вам была полезна информация, которую до вас доносила Светлана Титова. Она, правда, очень интересная и рассказывает, и большой специалист в своём деле. Вы теперь будете знать, кто вас встречает в Баварии. Я хотела вам сказать, что у нас на праздничные новогодние даты есть блок на авиакомпании «Уральские авиалинии». Три даты у нас. Двадцать восьмого четыре даты. Двадцать восьмого декабря первого января на сей ночи и четвёртого января на четыре ночи. Три даты, всё верно. И это тариф с багажом, то есть уже вы садитесь на блок с багажом. При бронировании просьба выбирать новогодние рождественские туры. Тогда в подборе не будет лишней информации, а только будет уже тур непосредственно на уральских авиалиниях. На этом слайде мы показали пример, какие есть туры на этих авиалиниях новогодние. то есть вы выбираете новогодние туры и пожалуйста любые три даты, которые вам подходят, вы бронируете. В корзинке уже тур без доплат. Всё, вы провалились в корзинку и вы бронируете. Это окончательная цена для вас и ваших туристов. Все слоты прописаны, очень удобные. Вылет из Домодедова в 10.45 и вылет из Мюнхена в 12.50. Также, коллеги, у нас круглогодичный год, круглый год блок в Прагу. На Новый год уже практически много дат закрыты, такие как 2 января, возврат 8 января. Поэтому смотрите, у нас одни самых лучших цен на рынке. И также у нас новогодний блок в Будапешт и в Дебрацент. Также нужно выбирать новогодние рождественские туры, когда вы бронируете Венгрию. Цены очень хорошие, дата новогодних много, разное количество ночей, от 4 до 12, поэтому смотрите, выбирайте новогодние туры. Если какие-то будут вопросы, то обязательно звоните менеджерам, они вам все подскажут. Также у нас есть квоты в отелях в Мюнхене, Atlas City, Германия, Новом Ханбадхофф, Westend, IBC, Atlas Munchen и Schiller 5. Так что смотрите эти отели, они горят зеленым, и блок сразу подтверждается. Коллеги, если у вас еще есть какие-то вопросы, вы можете задать их в чате. Если нет, мы были рады вас приветствовать и были рады прочитать вам этот вебинар. Презентация будет доступна для скачивания, вы сможете скачать, и она будет руководством для ваших продаж. Я была рада с вами пообщаться, хороших вам продаж, хороших выходных, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...